Ключи от новых квартир получили около 400 сотрудников правоохранительных органов. Символично жилой комплекс из трёх домов на улице Основателей был открыт в день 33-летия со дня создания ОМОН. Дома ввели с опережением срока. Вместо двух лет их построили за 8 месяцев. Поздравить новосёлов приехали высокопоставленные гости. Сегодня и день образования отряда милиции особого назначения. Ровно 33 года назад они были образованы. Я как бывший ОМОН на эту тему могу спокойно говорить, потому что сам непосредственно принимал в этом участие. Ну и сегодня, сдаётся, три дома. Знаете, так совпало, и даже погода хорошая. Помните те мероприятия, которые были в прошлом году, и глава государства, когда посещал отряд милиции особого назначения, к нему обратились с просьбой, что жильё, нуждаемся в жилье. Он сказал, в течение года решить вопрос по жилью. Мы даже раньше успели. Когда нужно, нужно стать на защиту своей Родины. Если нужно, потребуется и здоровье, и жизнь свою рискнуть. То, что было и продемонстрировано. Поэтому всё по заслужии. Смотри, где птичка в окошке. Два мальчика, да, Сергей и Виктор. Старший уже пойдёт в следующем году в школу. Мы очень надеемся, что попадём в ближайшую. Для нас это очень долгожданное новоселье, потому что мы всю жизнь практически прожили в общежитии. Соответственно, квартира достаточно просторная. Три комнаты. У детей будет, наконец-то, своя комната. Они очень долго этого ждали. Инфраструктура здесь замечательная. Также детские площадки есть. Есть волейбольная площадка. Магазины, детский сад, школа. В принципе, всё, что нужно для жизни. Конечно, да, ещё в период постройки квартиры мы уже представляли, где что будет стоять, планировали, что будем покупать, в какую комнату. Очень-очень долго этого ждали. Мне нравятся новые квартиры. Я получаю квартиру, в которой заселяюсь со своей семьёй, женой и маленьким ребёнком. На территории находятся детские площадки, спортивные площадки. Буквально 100 метров отсюда. За это всё, конечно, хотелось бы сказать большое спасибо руководству нашей страны, нашей республики, мэрии города, а также руководству Министерства внутренних дел.